Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения. С вами команда Николая Сомсикова, агент срежимости Титул. Меня зовут Артём и сегодня мы вместе с вами уже находимся в селе с названием Елизаветинская. Это Благодарницкий район Ставропольского края. Причём особенность данного населённого пункта в том, что мы располагаемся от районного центра город Благодарный буквально в 12 километров пути. Это хорошая, ровная асфальтирная дорога. Если у вас нет своего личного автомобиля, хотя бы первое время, или вообще вы его не планируете даже сдавать на права, к примеру, у нас общественный транспорт заезжает прямо в село на нашу улицу. Это буквально 30-40 метров отдаления у нас находится автобусная остановка. Причём с прописанным полностью расписанием. Город, минеральные воды, если интересно, аэропорты, железнодорожные станции, разъезды. Это 130 километров отдаления, также вы общественный транспорт найдёте. Краевой центр город Ставрополь, 160 километров отдаления. Ну и кому интересно, морские побережья хотя бы раз в год. Конечно же нужно кататься и посещать. Анапа, Туапсе и там уже разъезды влево, вправо до Сочи и Абхазия дальше пошла вправо. У нас хоть до Тамани добирайтесь, Новороссийск. Это 7 часов отдаления. Ну вот на своём транспорте, конечно же. Не катался, честно, на автобусе. Езжу на своей машине, скажу вам так. Не отпусков, а просто на выходные. Бывает и такое. Что касается нашего сегодняшнего участка, друзья, у нас постройка дома. Мы находимся пока что во дворе, позади меня, но мы изучим, естественно, всё полностью и снаружи, и по всему участку. Все хозпостройки поглядим, даже постройку летней кухни, которая у нас с газом. На участке есть подвал. Ну а что касается дома, у нас 4 комнаты, ванная, кухня и вся мебель. Всё будет оставаться в доме. То есть по вашему приезду, по-первых, уже небольшие такие плюсики у нас появляются. Далее, друзья, особенность нашего населённого пункта внутри села, нашего расположения в том, что мы находимся прямо в центре. В центре уже некуда, но тут единственный один дом у нас соседский будет максимально приближен, друзья. И я побуду, наверное, вашими глазами, прям с камерой. Мне даже кататься не придётся. Я пешком похожу и сейчас покажу, что у нас здесь вообще есть. Собственно, отошёл буквально 50 метров, друзья, от дома. Ну вот он, садик. Дом, магазин, наш дом. Сад в два этажа из ракушечника, детские беседки, площадки, множество цветов, деревьев, создающих тень. Ну и тут уже горки пошли. Следом, не будем выключаться пока, что у нас получается, что продуктовый магазин, за ним сразу же аптека, крестик будет видно. Дом культуры, немножко попозже телепортирую вас в детские площадки, посмотрим поближе. Теперь у нас школа в два этажа, 11 классов, храм. И здесь также через дорогу у нас находится продуктовый магазин. Это всё в 50 метрах от дома. Пешеходные переходы прям рядышком. А вот и сам дом культуры, но уже, конечно же, поближе. Площадка вся в тротуарной плитке, автобусная остановка, надпись «Центр». А в шаговой доступности у нас ещё и пункт выдачи посылок «Озон». Вот он, дом культуры, уже с торца. Для детей спланированная игровая площадка, проездные покрытия, переходы с тротуарной плиткой также. Даже предусмотрели на участке туалет. Школа поближе, ну насколько это, конечно же, для меня возможно. Двухэтажная постройка строкушечника, очень ухоженные территории. Кстати говоря, зелень, красота. Сейчас выйдет охранник, будет мне задать вопросы. Автобусная остановка и расписание движения маршрутов. Храм вблизи кажется достаточно большим. Друзья, ещё пока не зашли в дом, меня тут вот хлебом угостили. Сказали бесплатно для тебя. Всё, это уже после того, как я снял, то есть уже окончание. Я с вами попрощаюсь на ролике. Вот у нас хлебная машинка подъехала к магазину игрушек. И вот продажа хлеба. Тут столько людей сейчас находилось. Все приобретали. С пакетами, с сумками пришли. Всё, продолжаем. Друзья, пока появились новые силы, я думаю, что мы и на пруд с вами сейчас скатаемся. Посмотрим, что у нас с плаванием, с рыбалкой, как дела обстоят. Хотел хлебом поделиться с товарищами, порасплывались все у нас кто куда. Прудов в радиусе 20 километров действительно, друзья, много. Это вот правда, речки, пруды, озёра, водохранилища в сторону Будённовска Волчьей Ворота с гостиничным комплексом Золотые Пески, Новоселецкие пруды, Елизаветинские пруды. А рек между ними также большое множество. Половить рыбу, пособирать раков хотя бы просто вдоль берега по норам всегда будет возможно. Ну и поплавать вы место с семьёй и отдохнуть найдёте. Ну а если у вас остались вопросы, как и всегда, вы сможете в описании найти всю подробную информацию о данном доме, площади, стоимости и номер телефона собственника, чтобы напрямую созвониться и задать все интересующие вас вопросы. Также закрепляем номер телефона нашего специалиста вместе с ссылками на социальные сети. Вы можете звонить и интересоваться другими населёнными пунктами Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области. Большое количество отснятых домов от собственника, что немаловажно, будут просто вас ждать. Ну и продавцы, если вы интересуетесь продажей своего дома, у вас интересное, достойное предложение, также звоните, я с удовольствием приеду, отсниму ролик, чтобы его увидело большее количество человек. Ну а пока что мы всё же возвращаемся к самой постройке и к дому. Вышли уже на практически асфальт дорогу и видим всю придомовую. Дом полностью перед нами оказывается. И будем, естественно, изучать всё более подробно. Здесь у нас придомовая небольшой как бы земляной участок. Плюсом растут абрикосы и их количество это просто море на полу и на дереве. Здесь собрать можно, ну я не знаю, хватит точно. Постройка дома. Все окна у нас пластиковые. Дом построен из амана. Облицован он цементной шубкой, причём в хорошем состоянии. Кровля из шиферов 4 ската с металлическими коньками. На дом заведены все коммуникации. Газ, свет, вода. Интернет также, естественно, подключается. Поближе буду подходить, показывать вам всё состояние, как это всё выглядит, чтобы минимизировать все ваши последующие вопросы. Фундамент у нас каменный, также облицован цементной шубкой. Немножко цоколь будет высоковат, но это также плюсовая часть. Бетонная отмазка сантиметров 25, но не более 30. Также у нас в наличии. Здесь у нас небольшой участок под посадку неких растений. Но видно, что покосили просто большинство. И вот пока что кусты остались. Тюльпаны, пионы, всё это уже отсвело, естественно. Состояние с угла. И уже как раз-таки граница правая. Это вот по стену. Дальше начинается соседский участок. Здесь проживают пенсионеры, супружеская пара. Я как раз пока стоял, снимал. Вот у нас мужчина подъехал, поставил машину. Мы можем делать точно так же. И почему я здесь пока что останавливаюсь? Это для того, чтобы показать вам стену. Вот так как мы с той стороны не можем добраться. И у нас окон не выходят на эту часть. Хотя бы вот, знаете, таким методом. Чтобы оценить состояние стены. Левая будет через ворота. И дальше начинается магазин. Ну а пока что давайте я выйду на дорогу. Покажу, что у нас асфальтирная. Подъезд вполне неплохой. Придомовые достаточно зелёные. Здесь и плодовые, и неплодовые деревья. Из плодовых вижу множество абрикос. У всех практически сливы, грецкие орехи, вишня. Ещё, кстати, вишня даже вот у нас неплохо висит. Хотя уже вроде сроки отошли. Проезд к центру. И вот как раз таки мы с вами уже гуляли там. Розовая постройка. Это дом культуры. Перед ним у нас ближе даже магазин. Вот он виднеется. Детский сад. Вот он, который немножко выиграл нас по расположению в центре дом. Магазин игрушки. И вот как раз таки наша постройка. То есть это прям максимально в центр. Автобусная остановка. Вот где знаки. За две минуты доходить можно легко абсолютно. И магазины. У нас помимо того, что вот по улице располагается. И ещё немножко выше есть магазин. На соседней улице. Вплоть до кранов. Каких-то замазок, штукатурки, смеси. Вы можете там приобрести. Если что-то глобальное. Там потолки. Не знаю. Цементы, отсевы. С Благодарного. 12 километров доставка работает. Не знаю. Днём и ночью. Заказывайте всё, что вам будет необходимо. Возвращаемся к воротам. Металлический проход. У нас калитка раскрывается. Ну и также ворота распахиваются. Машину во двор мы можем загонять. Но в основном все ставят. Вот как вы видите, что возле двора. У нас всё это позволяет дело. Люк. Это вода. Здесь располагаются счётчики. И счётчик на электричество. Вот мы уже видели его. Но давайте я подойду, сакцентирую своё внимание. Потому что часто наши подписчики приезжают, спрашивают, где всё это находится. Вот электричество. И газовое во дворе. Возможно, на самом начале вы видели. Давайте всё же будем заходить во двор. И уже немножко останавливаться. Мы находимся под виноградной конструкцией. Так как здесь проживали старички, уже сбор как бы не осуществлялся. Это всё, понятное дело, что силы труды. Лезть на стремянку. Его просто убрали, чтобы то, что падает, конечно же, не загрязняло двор. Это логически понятно. Можно посадить некоторые лозы и пускай себя дальше оплетают. Это будет не так уж и долго. Стена. Ну, с левой стороны при входе. С лицевой, если смотреть. Скат кровли. И у нас участок. Асфальт-бетон. Да, конечно, не скажу, что он новый. Да, это можно простить, что участок старенький. И то, что проживали прямо пенсионеры. Находится под небольшой склон. Уходит всё остальное у нас на земельной территории. Причём, друзья, земельной территории вполне неплохой такой пятачок. У нас ещё огородные части есть возможности расширять. Здесь, ну вот давайте просто представим. Допустим, беседка, гараж, мангальная территория, бассейн, батут для детей. Что угодно. Или же также просто оставить всё в грядке, в цветы. Посадить деревья. Всё, что вам будет угодно. Следом, друзья, у нас, так как здесь магазин был выкуплен и как бы жилого дома нет. В прошлом линия хозпостроек сарайчиков, вот из камня сложная. Да, немножко подзавалилось. Тут я не буду спорить. Но здесь и люди просто не живут. Оно им не мешает. На нашем участке никак это не присутствует практически. Только там немножко видимость. Если хотите металлом обшивать, да и всё. Но это уже так. Если для души нужно. Здесь растут у нас цветы. Причём у нас шланг воды проходит из дома. Вот он кран. Подключаете и начинаете полив. Газовый счётчик. И давайте, может, пока мы возле дома находимся, как раз таки его весь осмотрим. Зайдём внутрь и дальше по участку пройдёмся. Немножко нестандартно. Я, конечно, хожу сначала по участку, а потом уже в конце дом. Сделаем немножко иначе. Ничего страшного. Газовая труба. Ну, она вот в середине участка как бы проходит. Но она высокая. Даже вот газели, если будет высокий тип будки. Да, практически самый высокий тип будки. Машина проезжает. Виноградная конструкция. Ну, подтянуть арматуру. Это уже мужчины. Я думаю, те, кто с головой и с руками всё могут сделать. Следом. Стены дома. Изнутри здесь есть некоторые полоски по цементной шубке. Это также я не буду исключать. Установлен кондиционер. Наружный блок мы видим. Внутри он работает. Но это всё будет оставаться на ваше пользование. Я уже ходил там, но не получается мне через забор перелезть, показать вам стену. Вот с той стороны поэтому и показал. Огородка от соседей. Мы, в принципе, вообще никаким образом не контактируем. Мы здесь и не видимся. Далее подвал. Вот у нас входная группа. И дальше уже будет переход в само помещение для хранения. Спустимся, обязательно посмотрим. Давайте, как и обещал. Изначально смотрим дом. Бетонные ступени. Вполне неплохой подъём. Перилка для прихвата, если необходимо, есть. Также для пожилых людей. Ну, а так вполне легко всё зайти получится. Первое – это веранда. Она неотапливаемая, конечно, просто пристроенная часть. Какая-то рабочая одежда. Потому что на участке кто-то когда-то возится с хозяйством. Вот, мы можем снять здесь, да, хоть перед домом, конечно. Дом – это штука такая-то. Конечно же, не квартира. Здесь отличий много и удобств. В этом плане также много. И дальше уже основная прихожая. Так, свет у меня не включился. Потому что лампочка. Ну, это поменяем. В других комнатах повключаем. Будем достираться в том, что свет работает. То есть, работает. Здесь у нас вот кондиционер, охлаждение. И вот раскрываем первую дверь, вторую. У нас будут переходы в спальню и в зал продувает холодный воздух. Высота потолка около 260. По косметике я не буду исключать, что можно подкрасить. Можно сказать, что губки изнутри сделать красивый вид. Но заехать поперву и вполне реально. Старички проживали, дом содержали в чистоте. Полы у нас будут в основе это дерево. Если сверху линолеум. Давайте первую комнату слева будем осматривать. Это спальня. Она изолированная комната. Это все будет оставаться. По мебели, если, конечно, вам это не нужно. С хозяевами договоритесь, они повывозят. Ну или соседям там раздать. Это не проблема совсем. А так, возможно, где-то на участке мебель вам пригодится в итоге. Дом у нас имеет такой конструктив, что мы можем ходить в круговую. Но этой дверью никто никогда не пользуется. В итоге у нас там будет еще одна изолированная комната. И, в принципе, светло. Учитывая даже вот шторки, жалюзи. У нас комната полностью светлая. Давайте я сейчас доберусь до откосов. Вам все покажу. Я проверил каждое окно на состояние какого-то пятнышка черного, грибка или плесень. Ничего абсолютно не нашел. Окно открывается. Проветривать мы нашу комнату можем. Отопление будет в виде чугунных батарей под каждым окном. И, соответственно, вот такая спальня. Полы. Но как раз-таки здесь мы можем подсмотреть. Дерево. Половицы вполне ровные. Скрип. Даже вот вместе со мной будем сейчас ходить, слушать, ступать. Если услышим, сакцентируемся. Нет. Поймете, что пол вполне в хорошем состоянии. Сдирать там до бетона, до стяжек не нужно. Пол еще прослужит, не знаю, очень большое время. И, кстати, здесь при переходе ступенек никаких нет. Следом, друзья, давайте напрямую уже в открытые двери по заходим. И еще у нас будет две комнаты в итоге. Кухня. Давайте пройду до конца. Развернусь и покажу. Территория для готовки. Обед. Холодильник тоже остается. Он в рабочем состоянии. Две камеры. Морозильная верхняя. Нижнее хранение. Здесь двухкомфорочная плита стоит. Газовая врезка. И в обратном направлении. Здесь мы уже замечаем, что котел. Котел заменили. Новенький фон. Все хорошо отапливает. Здесь вы сильно как-то полить фитили не будете. Это также экономия на отоплении. Ну и сама кухня. Потолок подбит пластиком. Достаточно чистая и светлая комната. Опять же, ввиду того, что у нас закрыты шторки. Продвигаемся к пластиковым окнам. Проветривание здесь все есть. Здесь немножко на откос приклеили. И с той стороны точно так же. А так у нас верхняя часть все в пластике. Окна все работают хорошо. Положение проветривания имеется. И далее у нас будет дверь. Переход в ванную комнату. Туалет сейчас не стоит в доме. Так как, я не знаю, сталкивались вы с таким или нет. Приходилось у меня по личному опыту. Прабабушка, прадедушка. Тоже противники туалета в доме. Я не знаю, с чем это связано. Это вот такая вот упертость была. Мы можем дойти. Нам нужно ходить. Но туалет в итоге в этой комнате в принципе ставится. Стиралку как-то подыграть, не знаю. Либо кто-то даже вообще в ванной не любит. Хотя здесь ванна до совершенно средних размеров. Это не маленькая такая корыца. Именно сама емкость. Можно в душ пол поставил. В пол душ. Вот такие дела. И вот у нас получается, что кафель в половине стены. Он хоть и старенький. Весь на местах. Все нормально. И дальше уже, конечно, побелено. Опять же говорю, что косметика... Все изменит, конечно же, вид. А так заезжай и живи. Ванна это раковина для мытья посуды, к примеру. Она вынесена сюда была. Это достроенные части. Конкретно у нас дом состоялся с четырех комнат. Ну и, конечно же, пользовались летней кухней для готовки. А так вот достроили кухню. Для семейной пары, плюсом, имея внуков, детей, которые могут приехать к вам на каникулы, к примеру, вполне неплохое предложение. И хозяйство можно завести, и растения посадить, позаниматься именно посадками. Или же нет. Кому как интересно, кому как удобно. В любом случае, попробовать стоит. Вот такой у нас в итоге зал. Мебель также все это остается на своих местах. Пол деревянный. Состояние вполне приличное. Ну, может быть, небольшой вот наклон есть, не сильный. К стене. Потолок подбит плиткой. Вполне аккуратно. Два окна на улицу выходящие. Как раз таки вот на блубеседку к тем абрикосам. Машину мы свою, если будем ставить, мы видим из дома. Чугунные батареи под каждым окном отопления есть. И правое окно у нас открывается. Откосы, стены. Все выглядит вполне неплохо. И здесь также. И следом у нас будет еще один переход в комнату. Там уже сами решайте, где детская, где хозяйская спальня. Ну, ковры. Ковры любят старички. Односпальные кроватки вот у нас находятся. Может также и оставить. Если дети, ну, не разнополые, то вот можно по комнате, допустим, на лето приехали к вам в гости, расположить. Ну, умничать я здесь не буду. Вы не любите, когда вам что-то предлагаешь. Хотя, ну, это просто мое видение. Я же вас не заставляю делать именно так. Я с вами беседую, разговариваю. И, кстати, если у вас будет вопрос, вы и со мной можете, кстати, созвониться. Я зачастую останавливаюсь, бывает, когда там в дороге. И всякие моменты обсуждаем по Ставропольскому краю. Ну, я конкретно здесь катаюсь. А уже, ребята, там Краснодарский, Ростовская область. И встречаю наших подписчиков, сколько уже сделок прошло вместе со мной. Аэропорт Минеральной Воды, Железная Дорога, Минеральные Воды. И дальше уже, конечно, катаемся везде. Стараюсь рассказать побольше всякого интересного, куда можно поехать. Всякие горные отдыхи, Домба и Архыз. Это также недалеко у нас, так, батареи отметил. На море поездки. Всякие источники термальные, грязелечебницы. Озеро Соленое вблизи со Светлоградом. Также можно добраться на своей машине, ну, буквально за час-полтора. Обсудим. Звоните, не стесняйтесь. Дальше выходим и имеем вот такой конструктив. Прихожка, спальня, изолированная, зал, спальня, кухня, ванная комната. Теперь все же давайте выходить и заканчивать земельным участком. Рассматривать, что у нас будет здесь. То, что здесь накрыто шифером и крышкой, это раньше была врезка воды. Естественно, вот она вынесена на улицу, на централку. Земельный участок мы этот видели. Для себя представили, что мы хотим на нем сажать или же строить. Теперь идем в подвальное помещение. Свет у меня хозяйка включала сверху. Я это также повторю. И сделаем спуск вниз. Сейчас при входе, ну, сама вот калитка как бы у нас не особо высокая. То есть я пригнулся, спустился на ступень 2 ниже. И вот я уже в полный рост. К примеру, там передали вам ящик с луком или банки, какие-то закрутки ваши. И все же вот пошел вниз спускаться. Освещение работает. И мы в итоге имеем вот такой погреб. Сухой. Воды и влаги здесь нет. По высоте единственное, но мой рост практически метр восемьдесят. Немножечко я прикладываю, вот в коленях согнулся. И все, я передвигаюсь абсолютно спокойно. То есть прям на приседе здесь ходить не нужно. Выложен весь в камень. Дополнительно ставим палеты. Ящики вот у нас под картошку, под лук. Закупили или вырастили, как хотите, загрузили. И потом всю зиму пользуйтесь. Здесь яблоки. Вот зачастую вижу, что таким образом в подвалах хранят. И практически всю зиму они лежат, даже там поморщится не успевают. Это вот я видел дома, которые при поддержке государства. Там по 500 деревьев. Есть и такие варианты. Вот хранят на продажу, потом отвозят. Дополнительно выручают денежку. Разворачиваюсь немножко подальше. И вот такая общая видимость дома. Входной группы, выезд на улицу, подвал. Здесь у нас резервный бассейн. Хозяйка включала. Все, подстанция заработала. Вода пошла. Бассейн наполняйте, когда хотите. Давайте внутрь заглянем. Воды здесь прям хорошо. Погружой насос опущен. Камень я постараюсь найти, чтобы накрыть крышку. Следом у нас будет постройка летней кухни. Она также с газом. Но здесь деревянные окна, все такое. Ничего обычного и необычного. В итоге мы имеем помещение, где мы можем заниматься солениями, варкой компота, вареньев и всего остального. Вот оно, получается, временное помещение было, которое самое первое. Здесь у нас также двухкомфорочная плита стоит. Вот варим. Даже пожарить ту же самую рыбу. Недавно, кстати, жарили моеву. Очень сильно вот такая постройка нужна, когда жаришь-то в квартире. А вытяжки кто-то советовал. Ну вот у меня тоже вытяжка. Знаете, запах она весь не вытянет. В любом случае, когда ты с улицы заходишь, со свежего воздуха, он остается в доме. Поэтому тут я уже спорить ни с кем не буду. К кухне у нас пристроено еще плюсом кладовое помещение. Всякие тяпки, грабли для вас оставят. И вот изнутри мы можем увидеть саман. Эти кирпичики. И дальше уже цементным раствором все промазано. Ну то есть в итоге у нас как кладовка вполне нормально. Место здесь будет нормально. Может под зерно у вас какое-то помещение станет. Если вы хозяйство захотите везти. У нас вот недавно встречал человека сургута. Он говорит, я хочу вот индюшку завести с десяток куриц. И работать там на вахте. А жена пусть ковыряется, занимается. А я буду приезжать вкусности кушать. Чуть-чуть подальше также отойду, отклонюсь. И у нас, так как в наличии только уличный туалет, обычно я это дело все прохожу. Вот он в принципе новенький, в хорошем состоянии стоит. Никаких тут запахов, ничего. Все абсолютно чисто с дерева. Пока туалет сделается в доме, попользоваться можно и этим. Ход постройки. Но здесь некоторые, я думаю, что можно и подразобрать. Из-за того, что вот с дерева просто, с досок стареньких сбитые. Это все у нас из самана. Этим мы все пользуемся. И вот у нас был в итоге хоздвор. Уже пролезла трава. Но раньше, хозяйка говорит, когда держали живность, это все исчезало подчистую. Было просто вот что, прогулочная территория. Вот этот сарачик бы я убрал бы вообще. Ну потому что на дрова он пускай пойдет. Шифер где-то сложить может в хозяйстве пригодится. Вполне реально. А эти сарачки давайте глянем изнутри. На вскидку посмотрим, что и как у нас здесь будет обстоять. Гвоздики сильно прям завернуты пальцами. Я отвернул, но ничего. Соответственно, первая. Ну, паутинка есть. Сладкой ваты тут насобираюсь столько, что нужно причащать. Раз. Так, камень, подожди. Не порт нам всю историю просмотра. Два. Опилок столько. Опилки, кстати, под клубнику очень сильно хорошо заходят. Кто-то... Типа рубероидов. Даже я не знаю, как этот материал точно называется. Вот кто знает, скажите, поправьте. Бабушка даже делала черный этот материал. Они подстилали под кусты. И в итоге ягоды у нас все находятся на ней. Ну, не пачкаются. И жуки особо там всякие не пролазят. Можно опилки подсыпать. У меня бабушка и так делала. Здесь у нас громадный тутовник. Ветки ломят от того, сколько здесь ягод. Ну, пока что осталось в итоге. Вот, посмотрите. Причем ягодки в полпальца примерно. Нормальная величина. Ну, а на полу тут и вот столько, что просто вся земля черная. Ну, вы это видите. Постройка дополнительная. Это в прошлом была баня. Следуем ее как использовать. Скорее всего, что сарайчик. Просто пробить какой-либо выход и тут на сесты поставить. Пускай курочки здесь находятся. Так же саманная постройка. И в окончании у нас получается, что выход на земельные территории. Но, опять же, они в траве. У соседей, да даже так, если на скидку посмотреть. Вот сады. Абрикос вообще великолепный. Просто облепленный. Причем, как персики громоны. Гуси под ним у вас гуляют. Картошка растет. Смородина, малина, виноград. Это вот о плодородности земли. Кто-то говорит, что у нас в пустыне ничего не растет. Вот, смотрите, по краям, по бокам. В конце земельного участка, через камыши, у нас речка проходит. Рыбалка там не подразумевается. Это вот живность там. Там утки пошли гулять. То есть, они все туда направляются. Но на отдалении, где-то двух километров, ну, вот так мы выезжаем дальше по улице из села, у нас будет сельское озеро. Ну, пруд. Он, скорее всего, что частный. Засчет плавания точно я вам не скажу. Но рыбалка там есть, это уж точно. И теперь давайте так же еще похожу. Немножко покажу вам, что к чему. Абрикос, но он просто как вишня облеплен. Не скажу, что этот абрикос прям крупный. Вот он, он прям падает, на руках остается. Но его валом, ветки просто ломит. И здесь у людей хозяйство. Также гуси. Он навозной кучи собирает, но это уже потом под удобрение все уйдет. Тут сливы, смородина. О, у нас гусаки. На прогулке. Как-то так. Если заморочиться, то будет хороший огород. Если легкие варианты, то, конечно же, живность. Пускай она здесь себе пасется. В итоге мы имеем, друзья, вот такой дом. С участком, с подъездом. И это все в центральных частях. Если у вас останутся вопросы, друзья, в описании вы всегда сможете найти номер телефона собственника. Нашего специалиста. Также мы пропишем, чтобы вы интересовались даже не конкретно данным домом. Населенные пункты Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области. Смело обращайтесь. Если мы там еще не были, то поедем обязательно и снимем для вас полноценные ролики, чтобы вы имели представление и посмотрели просто в кругу семьи. Приняли решение, ехать или нет. На этом спасибо за то, что вы посмотрели до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok